Оригинальная Веста в 2015 году получилась на удивление сбалансированной, хорошей, качественной машиной. Казалось, что лучше АвтоВАЗ уже ничего придумать не сможет и не прыгнет выше головы. Но я чертовски ошибался. Веста Кросс не совсем универсал в привычном для нас понимании слова. Дело в том, что эта машина, в общем-то, сделана из седана на 100%. Ей просто немножко приподняли крышу, приподняли потолок. За счет этого над головами задних пассажиров появилось плюс 2,5 см. Но объем багажника-то такой же, как у седана, 480 литров. Но 480 литров – это если убрать вот этот вот фальшпол и поддон, который находится под ним. А так, если ставить и фальшпол и поддон, то будет даже на 15 литров меньше, чем в багажнике седана. Зато он очень хорошо организован. Вот есть разные сеточки, разные крючочки. Для того, чтобы развесить пакеты, есть розетка. Собственно говоря, но сам объем багажника невнушительный. Вот наш дорожный скарб, два фирменных рюкзака, два наших рюкзака, чемодан, кофр, ланчбоксы. Ну и по сути все. Зато есть вот отдельная ниша, куда можно сложить незамерзайку и всякую разную мелочевку. Обратите внимание на удобные ручки. Ухватистые, хорошие. Правда, сама крышка багажника очень тяжелая, поэтому приходится прилагать определенные усилия. И то не с первого раза получается. Еще обратите внимание, сзади наконец-то есть дисковые тормоза, но только на машинах с моторами 1.8. Я так понимаю, что седанам это достанется тоже. Колеса 17-дюймовые, привилегия версии SV Cross. У простого универсала 16-дюймовые диски. Защитный пластиковый обвес. Не очень высокий, скажем, на Octavia Scout, если я не ошибаюсь, прошлого поколения. Было гораздо больше этого защитного пластика, но там машина совсем другого формата. Еще обратите внимание на бампер, угол въезда. Здесь 18 градусов, что в принципе сопоставимо с большинством кроссоверов. В салон давайте заглянем. Салон в принципе не отличается от седановского. Единственное, что здесь есть эксклюзивные оранжевые вставки. Штука сугубо факультативная. Не хотите, не надо. Есть также варианты с обычным серым салоном. Том, кто более консервативен в выборе цвета, может взять его. Есть USB вход для зарядки. Появился наконец-то бокс-подлокотник. Вот такой вот. Ну и на этом, пожалуй, все. Ну и вот Vesta Cross. Машина вроде бы другая, а проблемы те же. Мотор 1.8 совсем не хочет вывозить. В общем, в любом диапазоне оборотов. И снизу подхвата нет, и на верхах он вообще не расцветает. Но, если вдруг вы все-таки зададитесь целью брать универсал Vesta, надо смотреть вот в эту сторону. Почему? Тут совершенно другая подвеска. Другие пружины, другие амортизаторы. И это прямо заметно на любом покрытии. Вот хоть на грунтовке. Гораздо упруже ее отрабатывает. Все булыжники, все камни. На простой Vesta SV такой вот балансированности я не вижу. Там дребезжат неподрессоренные массы. Там вот все как-то расхлябанно. Расхлябанно. Вот есть ощущение расхлябанности в обычной Vesta SV. А в Vesta Cross ощущение обратное. Собранности. И это при том, что здесь 17-дюймовые колеса. С меньшим слоем резины. И более жесткая подвеска. Еще более жесткая, чем у универсала. Вот почему-то автомобиль и рулится, и справляется с плохими дорогами. Гораздо тише, гораздо мягче. Более энергоемко. Но с мотором надо что-то делать. Потому что ни о каких обгонах с ним речи даже не идет. Плюс на холодную он работает очень странно. Подергиваясь. И не на холодную тоже. Ну вот, даю газу. 3000 оборотов. И еле-еле мы добираемся до 3,5. На второй передаче в горку. Это не очень хорошо. Зато как она рулится. Слушайте, даже не верится, что Эта машина созданная, построенная и настроенная в Тольятти. Они никогда не славились интересной управляемостью. Но вот здесь прям приятно. И в среднескоростных поворотах, и в скоростных поворотах. Вот шпика. Как она? Хорошо она. Наконец-то вырвались на оперативный простор. Можно посмотреть, как Веста расцветает. Во всей красе. Насколько вообще может свести машина за условные 800 тысяч рублей. Меньше кренов, чем у универсала СВ. Лучше курсовая устойчивость. В затяжных поворотах особенно. Ну, если совсем уж остествовать, то, конечно, можно заметить, что морда иногда вываливается наружу поворота. Ну, слушайте, мало кто так ездит, на самом деле. Чтобы это заметить. Среднестатистического пользователя машина должна удовлетворить своими драйверскими амбициями, своими драйверскими повадками. Прямо на сто процентов. Если даже мне нравится. Ни Солярис, ни Рио так ездить не умеют. Наиболее близкий по настройке подвески к Вести Кросс, мне кажется, Рапид. Но Рапид европейский. Без пакета плохих дорог, без российской адаптации. Вот тот Рапид, который вы можете найти где-нибудь в Чехии, Венгрии. Вот он очень похож по характеру. Не удивлюсь, если АвтоВАЗ брал его в качестве референсного автомобиля. Блин, мне нравится. Мне честно нравится, как она управляется. Ну и вид за окном, конечно. Полюбуйтесь. Ну и вот мы наконец-то добрались до условного бездорожья. Твердый асфальт остался позади. И начинается типичный кавказский предгорный каменистый серпантин. Вот на похожем покрытии обычный универсал Веста СВ ведет себя гораздо более нервно, гораздо менее комфортно. Видимо, всю дорогу мы будем ехать на первой передаче. Потому что как только включаешь вторую, все становится совсем плохо. Веста Кросс имеет клиренс 203 мм. Это, в принципе, то же самое, что у Тигуана. У Тигуана заявлена примерно такая же высота дорожного просвета. Что касается углов въезда, например, то здесь 18 градусов под передним бампером. Для сравнения, столько же у Шкоды Йетти. А у Рено Каптюра, например, который считается и действительно является неплохим внедорожником, у него 20 градусов угол въезда. То есть Веста Кросс проигрывает Каптюру на платформе B0 всего 2 градуса. Поэтому с дороги на ней съезжать можно в известной степени смело. Но, опять же, без фанатизма. Здесь передний привод. Полного пока не предусмотрено даже в какой-то обозримой перспективе. Но, блин, подвеска-то справляется. Подвеска энергоемкая. И если ехать вот по такой грунтовке, я не слышу никаких пробоев. Да и особо и не шатает машину, как могло бы. Единственное, очень много вибраций приходится на руль. Это создает определенный дискомфорт. А в остальном... Боюсь громких слов и навешивания ярлыков, но, по-моему, это лучшая Лада в истории. И уж точно лучшая Лада из тех, на которых я ездил. Я действительно не верил, что на Автовазе смогут сделать что-то лучше Весты. По крайней мере, в том бюджете, который у них сейчас есть. В тех условиях, в которых они существуют. Но ребята прыгнули выше головы, и это правда так.